Начнем мы наше занятие с дыхательных практик. Садимся, можно сесть, ножки сложить, скрестить, согнуть. Сели на коврике. Голова, шея, спина на одной прямой. Плечики назад отвели, грудь вперед, макушкой тянемся вверх. Ноги скрестили, положили около себя. Кому как удобно, кто в лотос, полулотос, по-турецки. Можно просто скрестить, положить. Ноги рядом с собой. Сейчас будем делать с вами пранаяму, полное дыхание йогов. Сделали вдох, выдох. Успокоили дыхание свое, расслабились. Сели. Полное дыхание. Правую руку положили на грудь, левую на живот. Будем делать полное дыхание. Делается оно так. Вдох, животом. Продолжаем вдыхать грудью. И в конце у нас поднимаются плечи. Мы вдыхаем прям до конца. Выдох такой же. Выдыхает сначала живот, грудь. И опадали последними, выдыхают плечи. Руки у нас лежат для того, чтобы мы могли чувствовать, что у нас вдыхает. Вдыхаем животом, и рука на животе поднимается. Грудью вдыхаем, рука на груди поднимается. Полное дыхание является очень прекрасным способом успокоиться и настроиться на какую-то практику. А также наполнить себя энергией. Наполнить себя тем необходимым, что нам нужно в повседневной жизни. Итак, будем делать с вами сразу дыхание с визуализацией, с наполнением себя энергии. Что это значит? Мы во время процесса дыхания закрываем глаза и представляем, визуализируем сам процесс дыхания. То есть, закрываем глазки и представляем себя каким-то сосудом, емкостью, которая прекрасным сосудом, чистым, который наполняется энергией. То есть, как кувшин, например, наполняет водой, так и мы наполняем себя чистой, свежей энергией. У нас извне идет энергия чистая, свежая, стального голубого цвета через макушечку, заходит в наше тело и наполняет нас. Давайте сядем, правую руку на грудь, левую на живот. Глаза закрыли, спинку выпрямили макушечкой, тянемся вверх, закрываем глаза, сейчас будем дышать. Делаем в комфортном ритме, полный вдох, полный выдох. Представляем, что через макушку мы наполняемся чистой, свежей энергией, стального голубого цвета. Наполняемся полностью, заполняем все тело. А с выдохом мы не нужную темную или серую энергию отработаем, мы из себя выводим. Давайте делаем полное дыхание йога. Чем лучше вы представляете, визуализируете, тем лучше будет эффект. Дышим. 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 Продолжение следует... Постарайтесь максимально ярко и четко представить картинку, как вы наполняетесь энергией, и как ненужная энергия отработанная выходит из вас. Продолжение следует... Делаем полный вдох... Полный выдох... Открываем глаза... Продолжаем нашу практику. Дальше мы с вами будем делать массаж ног. Что хочу вам сказать. При процессе дыхания, когда мы дышим, вот эту энергию отработанную, ненужную нам, она у нас не растворяется в пространстве, поэтому она должна куда-то утилизироваться. Это же ненужная нам энергия. Для этого мы должны, каждый человек, да, самостоятельно, то есть каждый, кто это делает, практику эту делает, должен найти, вот на самом деле, там, да, или вспомнить какое-то растение, какое-то дерево, которое на самом деле физически существует в лесу. Где-то это камень, помойку или еще что-то, то есть где-то в лесу, то есть не рядом с человеком, не рядом, не на детской площадке или рядом с домом, а где-то далеко, где-то в лесу, там, не знаю, в диком лесу, там, на даче далеко, то есть чтобы это место было подальше от людей. Это может быть или помойка, или камень, или дерево, или какой-то старый разваленный дом, где никто не живет. То есть мы выбираем это место, это дерево, к примеру, да, и в это дерево мы эту энергию отработанную, ненужную нам, мы складываем. То есть мы делаем вдох, наполнились чистой энергией, а когда делаем выдох, мы вот эту вот серую, ненужную нам энергию, мы отправляем в это дерево. То есть прям сверху, да, на дерево мы эту энергию, представляем, как мы на это дерево, эту энергию, ненужную нам, вкладываем. Делается это для чего? То есть это человеку ненужная энергия, ничего ненужного в природе не бывает. Все это кому-то нужно, вам это ненужное. А в природе, допустим, деревьям, камням, это нужно, и они это все используют для своей жизни. То есть в какое-то время вы можете, допустим, проверить, вкладывать в это дерево, в это дерево энергию, а потом посмотреть, она может лучше начать расти, или было сухое, а жило. Потому что нам эта энергия не нужна, а в природе она все идет, в природе все идет в дело. Просто нам не нужно, а кому-то нужно. Итак, продолжим. Делаем массаж ног. Сели, ножки вытянули, потерли руки. Хорошо, хорошо потерли, чтобы руки у нас были теплые. Растерли, растерли ручки. Делаем массаж ног. Женщины начинают с правой ноги, мужчины с левой. Положили правую ногу на колено. Делаем массаж ступней. Делаем круговые движения пальчиков. Разминаем пальцы, начиная с мизинцев и к большому. Раскручиваем каждый палец по очереди. Хорошо, раскрутили, потерли руки еще раз. Основанием ладони обеих рук мы растираем пальцы. Активно растираем. Хорошо, потерли. Обеими ладошками поглаживаем всю стопу. Пальцы и саму стопу. Погладили. Теперь большими пальцами обеих рук мы проминаем точки на стопе. Произвольно нажимая большими пальцами активно. На точки по всей поверхности. Хорошо. Погладили еще раз. Сжали левый кулачок и от основания пальца кулачка стучим по пятке. Погладили ребро ладони внутреннюю. Внутреннюю часть. Свод стопы. Хорошо. Поставили ногу. Поглаживание. Моги. Теперь. Обеими руками круговые движения вокруг косточек. С двух сторон. В одну и в другую сторону. Ребрами ладони растираем сухожилия над пяткой. Массаж голени поглаживания. Если вы можете делать на голое тело, то лучше делать на голое тело. То есть, если у вас штаны, лосины, если можно ее поднять, поднимайте. То есть, лучше делать на голое тело. Поглаживание. Теперь пощипывание. Все движения мы делаем от периферии к центру. То есть, от стопы к колену. Пощипывание, растирание. Теперь большие пальцы в сторону. И обеими руками мы, как щипцами, снизу вверх делаем движение пощипывающее. Растирающее. Хорошо. Поглаживание. Закончили. Ногу кладем. Массаж колена. Растираем область вокруг колена. Правую руку кладем. Левую сверху. Круговые движения. Коленные чашечки. Хорошо. Ногу поставили. Поглаживаем. Массаж бедра. Обеими руками. Теперь также большой пальчик в сторону. Отводим. И берем мышцу с двух сторон обеими руками. И поднимаем ее. Проминая одновременно. Делаем очень активно. И посильнее поднимаем. Не боимся проминать мышцы. На бедре они у нас очень сильные. Большие. Хорошо. Теперь вот так вот трясем обеими руками. Расслабленные мышцы бедра. Поступим. Расслабленные мышцы бедра. И поглаживаем. На бок ложимся. Массаж ягодицей. Кулачок сжимаем и косточками пальцев проминаем. Ягодичку. Постукиваем. И заканчиваем массаж поглаживанием. Хорошо. Теперь другую ногу положили. Потерли ручки. Разогрели руки. Теплыми руками делаем массаж. Делаем круговые движения. Раскручиваем пальчики в ногу. Начиная с мизинца и идем к большому пальцу. Теперь основанием ладоням растиранием пальцы. Поглаживаем. Большими пальцами проминаем точки на стопе. Поглаживаем еще раз. Сжимаем кулачок, стучим по пяточке. Подъем стопы поглаживания. Круговые движения растираем вокруг косточек. Сухожилия растираем. Массаж голени поглаживания. Пощипываем. Пальцы отводим и как шипцами растираем. И заканчиваем каждое движение. Каждый массаж поглаживания. Кладем ногу. Массаж колена растираем. Правую руку на чашечку колена. Левую сверху. Круговые движения. Массаж бедра поглаживания. Разминаем мышцы двумя руками. Приподнимаем ее. Подступим. Трясем мышцу. Расслабленную. И заканчиваем поглаживанием. Хорошо. На бок ложимся. Массаж ягодички. Кулачок сжимаем. Растираем. Постукиваем. И заканчиваем поглаживанием. Хорошо. Закончили массажик. Ручки потерли. Массаж головы. Это тоже процесс приведения себя в порядок. И это тоже часть йоги. Итак, садимся. Растираем еще раз ручки. Массаж мы делаем всегда теплыми руками. Разогретыми. Можно ладошки чуть-чуть помассировать. Массаж головы можно делать отдельно. Каждый день, например. Вне зависимости от занятий. Хорошо. Ладошками, пальцами обеих рук мы поглаживаем кожу головы. От волосистой части к центру, к макушечке. Двумя руками делаем одновременно. Делаем с двух сторон. Допустим, с правой и с левой стороны. И спереди, и сзади. То есть к центру. У нас все движения идут к центру. Напряженными пальчиками мы просто поглаживаем. От периферии к центру. То есть от начала роста волос к макушке. Хорошо. Теперь постукиваем напряженными пальчиками. По всей поверхности головы. Мы стараемся сначала это делать. Сначала сбоку. Потом делаем одной рукой спереди, другой сзади. То есть чтобы у нас охватили мы всю поверхность головы. Постукиваем. Поглаживаем. Погладили себя. Хорошо. Теперь мы делаем, как трепим себя. То есть берем за волосы и немножечко потрепали себя волосы. И с стороны в сторону. Так же делаем по всей поверхности. Берем прям себя за волосы. Хватаем за волосы и с стороны в сторону трепим себя. Не бойтесь. Это делать ничего с вами не случится страшного. Наоборот. Будет еще лучше, чем было. Хорошо. Потрепали себя. Все. Со всех сторон потрепали. Дальше погладили. Опять периферии и центру поглаживаем свою голову. Волосики поглаживаем. Хорошо. Теперь пальцами. Указательным и средним пальцем мы постукиваем, ударяем себя. И потом это место из стороны в сторону двигаем кожу на голове. То есть ударили и подвигали. Ударили и подвигали. Так же делаем это по всей поверхности головы. Хорошо. Погладили себя. Теперь пощипываем кожу головы. Вот как нащипаем, стараемся захватить кожу и пощипать. Теперь мы всю ладонь кладем на голову и сдвигаем кожу головы с стороны в сторону. Встрекаем. Двигаем кожу головы с стороны в сторону. Хорошо. Теперь заканчиваем массаж поглаживаниями. Погладили. А так же от периферии к центру. От начала роста волос. К макушечке погладили. Как будто мы собираем голову. Хорошо. Закончили. Потерли ручки. Потерли. Еще раз. Хорошо. Хорошо растерли. Теперь мы будем делать, заканчиваем массаж головы. Мы умываем ладошки перед лицом. Держим. И как будто мы себя умываем. При этом мы не касаемся кожи головы, кожи лица. То есть мы руки растерли. Мы их близко к лицу поднесли. И прям можно почувствовать тепло ладони. И делаем движения ладошками в разные стороны. От лба к подбородку. Сделали как будто умывание такое. Не дотрагиваясь до кожи лица. Снизу от подбородка ведем вверх, в стороны и вниз. Вверх, в стороны и вниз. Несколько раз так делаем. Как будто умываем. Хорошо. Теперь снизу от подбородка мы ведем вверх к колбу и вокруг всей головы. Потом через стороны, через плечи ведем опять к подбородку. Так же по всей поверхности головы делаем. Несколько раз. Как будто мы и голову умываем. Ладошки расслаблены. Пальцы вместе. Ладони открыты. Смотрят на лицо. Несколько раз так сделали. Вокруг всей поверхности головы. Хорошо. Ладошки растерли. Почистили ладошки. Следующий у нас будет с вами. Это на самом деле массаж головы. Он лечебный. То есть его можно делать отдельно от всех других упражнений. Он лечебный тем, что он лечит при гипертонии. Он лечит мигрени. Он улучшает рост волос. Он способствует улучшению роста волос. Он улучшает выпадение. Хорошо. Дальше будем делать с вами массаж ушей. Ладошки еще раз потерли. Теперь указательные пальцы мы вставляем в слуховой проход. Аккуратненько. Сильно не делаем. Мягенько делаем. И из стороны в сторону раскручиваем. А потом резко вытаскиваем. Делаем. При этом мы делаем сосательные движения. То есть, как будто мы какой-то леденец сосем. Делаем это одновременно. Указательные пальцы. Мы вставляем в слуховой проход и крутим их. При этом делаем сосательные движения. А потом резко пальцы вытаскиваем. Хорошо. Теперь массируем ушки сверху вниз. То есть, ушную раковину мы чистим. То есть, проходим пальчиками всю поверхность ушной раковины. Все вот эти завиточки везде мы прошлись. Пальчиками помассировали. Сзади ухо растерли. Ушные раковины. Делаем двумя руками одновременно. Потерли, растерли пальчиками. Теперь мы ладошки открыли и прижимаем уши к голове. Прижимаем спереди назад. Прижали. Теперь сзади вперед. То есть, аккуратненько выворачиваем ушную раковину вперед. То есть, как будто ухо вперед у нас закрывается. Аккуратненько делаем. Хорошо. Сделали один разочек. Снизу вверх. Также аккуратно. Смотрите аккуратнее с украшениями на ушах. Снизу вверх. Сверху вниз. Теперь еще раз. Спереди вперед. Спереди назад. Хорошо. Потерли ручки. Теперь взялись за ухо. Потянули себя вниз. Мочку уха. Тянем вниз. Тянем. Лучше серьги снять. Тянем. Потянулись. Теперь за верхушечку ушную раковину наверх себе потянули ушко. Потянули. Теперь назад потянули. Хорошо. Еще раз ручки потерли. И прижали ухо спереди назад. То есть как оно у нас и должно быть. Хорошо. Теперь прижали ушко к голове и делаем круговые движения. Прижатые ладони. Открытую ладошку открыли. Прижали ухо и делаем круговые движения. Вперед и назад. Хорошо. Закончили массаж ушей. Массаж ушей он также лечебный. Он улучшает слух. Предотвращает всякие потери слуха. Еще плюс к этому массаж ушей очень хорошо тонизирует организм. Очень сильно тонизирует весь организм. Не зря, допустим, есть, да, когда человек теряет сознание, ему массируют уши. Чтобы привести весь организм в тонус. Весь организм. То есть у нас так же, как на стопах, на ушах есть проекции всех органов. И массируя стопы или уши, мы массируем так же и все органы. Вот. Давайте дальше продолжим заниматься. То есть массаж головы и массаж ушей вы можете делать отдельно от всех упражнений с утра. Чтобы как-то пробудить себя и провести в порядок. Попробуйте сейчас ощутить ваше состояние до массажа и после. Итак, продолжим наше занятие. Будем сейчас делать с вами мышечно-суставную гимнастику. Делаем ее с дыханием и сознанием. То есть делаем на задержке дыхания каждое упражнение. И при этом мы направляем наше внимание на какую-либо часть тела. Хорошо. Первое наше упражнение, это первая часть гимнастики, это вывешиваемся, движение кистями и стопами вверх-вниз. Делаем на задержке на вдохе. Вдохнули. И на задержке на вдохе делаем одновременно кистями и стопами движение вверх-вниз. При этом все наше внимание мы направляем на область сердца. Делаем. То есть думаем об этой части тела наше. Делаем вдох. Кисти и стопы вверх-вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Садимся. Очистительное дыхание. Делаем еще раз. Вдох. На задержке на вдохе. По очереди руки-ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили. Садимся. Делаем очистительное дыхание. Делаем вдох. Кончики рта к ушам отводим и резкие выдохи делаем через плотно сжатые губы. Восстановили дыхание. Следующее упражнение у нас движение головой вперед-назад. Сели ровненько. Голова, шея, спина на одной прямой. Движение головой вперед-назад. Внимание. Направляем на область шеи. Вдох, вперед-назад, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили очистительное дыхание. Внимание мы направляем для того, чтобы набрать энергию на эту часть тела, на эту область. Куда у нас направлено внимание, туда направлены наши энергии. Поэтому мы стараемся направить наше внимание, нашу энергию на себя, на благо нашего тела. Вывешиваемся. Следующее у нас упражнение. Движение стопами и кистями влево-вправо. Вывесились. Вдох. Внимание направляем на область пупа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Внутрь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Садимся. Хорошо. Следующее упражнение у нас. Наклоны головы к плечам сели. Спинку выпрямили. Делаем вдох на задержке вдоха. Внимание на область шеи направляем. Наклон головы к плечам. Делаем. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Закончили. Следующее упражнение у нас. Круговые движения кистями и стопами. Вывешиваемся. Если вам тяжело вывешиваться, вы можете делать сидя. Но делайте. Желательно вывешиваться, но если очень тяжело, то можно сидя делать все эти упражнения. Делаем вдох. На задержке на вдохе круговые движения кистями и стопами. Внимание направляем на область пупа. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Хорошо. Садимся. Круговые движения головой. Вдох. Внимание на область шеи. Круговые движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Выдохнули. Кому необходимо очистительное дыхание, делаем. Еще раз. Делаем только в другую сторону. Вдох. В другую сторону. Круговые движения. Два, три, четыре, пять. Не забываем про внимание в область шеи. Набираем туда энергию. Хорошо. Заканчиваем. Следующее упражнение у нас. Повороты головы влево-вправо. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кто уже знает, как упражнение делать, может закрывать глаза и направлять внимание, чтобы не отвлекаться на картинку, которая перед вами. Хорошо. Следующее упражнение – перекручивание рук. Делаем, массируем. Сначала разминаем пальчики. Руки разминаем. Пальцы размяли. Помассировали их. Покрутили запястьями. Локтями. Покрутили, подготовили наши суставчики. Плечами положили ладошки на плечи. Делаем круговые движения плечами. Можно помассировать при этом наши плечики. Ручки массируем. Итак, делаем перекручивание рук. Делаем его также с вниманием, направленным на определенную область. И делаем его с дыханием. Делается так. Ладони вперед, руки вытянули вперед. Ладони смотрят друг на друга. Правую руку подняли, положили на левую. Ладони развернули также друг к другу. Переплели пальцы. И будем перекручивать руки. Делаем вдох. И на задержке вдоха делаем упражнение. Внимание направляем на область сердца. По центру. По центру груди. Глазки закрываем. Кто знает, как делать. Вдох. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Выдохнули. Сделали очистительное дыхание. Делаем теперь на другую руку. Ладони вытянули. Руки вытянули. Левую руку подняли, положили на правую. Ладошки развернули. Переплели пальцы. Делаем вдох. Делаем плавненько упражнение. В комфортном каждом режиме. Аккуратно. Четыре. Внимание на область груди, на область сердца. Пять. Пять. Шесть. И заканчиваем. Хорошо. Следующее упражнение у нас. Тещин язык. Упражнение у нас на скрутку. Делаем его. Сидя в исходное положение. Кладем ладони за голову. И оплавненько давим ладонями на голову, на затылок, скручивая туловище. Как улиточка, скручиваемся сначала, начиная от шейного отдела к поясничному. Скручиваемся и стараемся положить макушку на пол. Потом в этой же последовательности раскручиваемся поясница, грудь и шею на затылок. Шею, шею. Делаем вдох. И на выдохе мы давим на голову и скручиваемся. На выдохе выдыхаем. Стоим на задержке, на выдохе. Со вдохом мы раскручиваемся обратно, плавненько. Вдохнули. Делаем еще раз вдох. И с выдохом мы скручиваемся. Стоим на задержке, на выдохе. Со вдохом мы обратно раскручиваемся. Делаем еще раз самостоятельно. Вдох. С выдохом скручиваемся. Вдох. Постепенно раскручиваемся. При выдохе очистительное дыхание делаем. Хорошо. Теперь мы переходим ко второй части нашей мышценно-суставной гимнастики. Она противопоказана беременным. Беременные ее не делают. Встаем. Упражнение у нас. Ходьба и бег на прямых ногах. Встали. Руки вдоль туловища. Исходное положение стоя. Стопы параллельны. Пальцы ног смотрят вперед. Упражнение называется «Ходьба и бег на прямых ногах». Мы поднимаем ногу в бедре. Колено не сжимается. Нога в бедре поднимается вверх. Колено прямое. Вся нога прямая. Подъем только в бедре. При этом мы, когда ногу опускаем, мы стучим пяточкой о пол. На пингвинчиков похоже немножко. Делаем упражнение. Подняли. Руки кладем на талию, чтобы отслеживать, как у нас бедро поднимается. Делаем. Раз. Два. Три. Четыре. И стучим при этом пяточкой о пол, когда ногу опускаем. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Можно походить. Делаем быстрее. Походили. По коврику. Вперед. Назад. Стараемся как можно выше ногу поднять. На уровне в области бедра, в области таза. Можно побегать. Бегаем. Таким образом мы делаем вибромассаж. Бегаем. Делаем, делаем. Хорошо. Закончили упражнение. Стряхнули ногами. Расслабили таким образом ноги. Следующее упражнение это ходьба и бег на четырехконечности. Мы ноги поставили на ширине плеч. Опустились на руки. И будем ходить сейчас. При этом поднимаем одновременно. За один раз правую ногу и правую руку. При этом передвигаясь. Идем вперед. При этом у нас не сгибаются колени. Так же как в предыдущем упражнении. Идем. Сходим на месте. Можно вперед-назад походить. Теперь будем делать прыжки. Когда мы прыгаем, мы одновременно отрываем все четырехконечностей. То есть это вот так выглядит. Встали. И прыгнули. Одновременно оторвав и ноги, и руки. Тело должно быть расслаблено. На колени не гнем. Локти тоже не гнем. Пробуем. Раз, два, три. Прыг. Еще раз делаем. Хорошо. Заканчиваем. Очистительное дыхание. Заканчиваем. Заканчиваем. Это также вибромассаж тела. Оно очень полезное. То есть оно какую-то встряску дает всем нашим органам, всему организму. Активизирует наши органы и наше тело. Следующее упражнение у нас хула-хуп. На одной ноге. Встали. Боком. Левая нога смотрит в сторону. Пальцами. Правую ногу. Колено не гнется. А, нет, гнется. То есть левая нога у нас опорная. Правую ногу ставим, сгинаем и ставим на пальцы. Расслабляем. Таз расслаблен. Коленочки расслаблены. Делаем круговые движения тазом. Делаем сначала в правую сторону. Ладони можно положить за голову. Делаем. Таз расслаблен. Коленочки мягкие, расслаблены. Амплитуды как можно больше. Это очень полезное для женщин упражнение, для органов таза, для репродуктивной системы, для сексуальности. Хорошо. Другую сторону делаем. Влевую. Круговые движения. Коленочки мягкие. Таз расслаблен. Круговые движения делаем. Хорошо. Закончили. Теперь правая нога у нас опорная. Развернулись. Левая на пальцах стоит. На пальцах стоит впереди. Коленочки согнуты. Делаем правую сторону круговые движения. Ладошки за головой. Коленочки мягкие. Таз мягкий. Делаем круговые движения. Таз расслабляем. В другую сторону. Круговые движения. Хорошо. Закончили. Стряхнули ножки. Теперь делаем хула-хуп на двух ногах. Ноги у нас шире плеч. Пальцы ног смотрят вперед. Коленочки мы присогнули. Таз расслабили. Делаем круговые движения. В одну сторону. В другую сторону. Стараемся как можно больше амплитуду сделать. Туловище у нас на месте. Двигается настолько таз. Отслеживаем это. Хорошо. Теперь движение вперед-назад. Копчиком и тазом. Вперед-назад. Коленочки у нас при этом присогнуты. Таз расслаблен. Двигается только таз. Туловище на месте. Хорошо. Закончили. Встряхнули ножки. Сделаем с вами сейчас ролик. Садимся. Правой рукой обнимаем правое колено, левой рукой и левое колено. И будем делать перекаты на спине. Перекаты делаем аккуратненько. То есть в исходной, в конечной точке мы колени, когда мы перекатываемся колени, стороны разводим, чтобы не ударить себя по лицу. Садимся сразу там, где есть у вас опора, потому что мы будем делать потом ролик со вставанием. То есть вы могли облокотиться, обо что-то и помочь себе встать. Или будем вставать, опираясь на ладони. Делаем ролик. Внимание направляем на позвоночник. То есть по всей поверхности позвоночника. Ролик у нас для массажа позвоночника. Делаем. Вместе со мной делаем 4 раза. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Закончили. Сейчас еще сделаем с вами в три раза ролик со вставанием. Можно вставать, опираясь. Лучше вставать без рук. Но кто не может, да, кого не получается пока, что мы или опираемся на пол руками, или за что-то беремся, чтобы помочь себе потянуться и встать. Три раза ролик со вставанием делаем вместе. И раз. Встали. Второй раз садимся. Ролик. Встаем. И третий раз. Ролик. Встаем. Хорошо. Молодцы. На этом наша мышечно-уставная гимнастика заканчивается. Сейчас мы сделаем с вами маленькую шавасану. То есть позу расслабления. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. У нас останется пара минуток и ответим на вопросы. Ложимся. Легли. Расслабились. 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 Переводим руки вдоль туловища. При касании пола руки развалились. Ноги развалились. Голова может свеститься на бок, тело расслаблено, мягкое, тёплое, расслабляем пальцы ног, стопы. Расслабляем подъёмы, стопы, голени, икры, колени, расслабляем бёдра со всех сторон, таз, ноги расслаблены, очень расслаблены. Расслабляем руки, кисти, запястья, расслабляем предплечье, локти, плечи, плечевой пояс, грудь. Руки расслаблены, очень расслаблены. Расслабляем туловище, женщина расслабляет спину, поясницу, живот и грудь. Мужчина расслабляет грудь, живот, поясницу и спину. Дыхание спокойное, сердце бьётся спокойно, спокойно. Расслабляем шею, лицо, волосистую часть головы, голову. Рот закрыт, челюсть отвисла, язык может свисеться на бок, глаза закрыты. Мы легки и невесомы, и парим в воздухе. Мы летим ногами вперёд, перед нами бездонное голубое небо. Мы летим, постепенно увеличивая скорость. Мы летим, летим, летим. КОНЕЦ делаем постепенно возвращаемся на коврики переводим руки за голову сцепились потянулись ногами руками повернулись на правый бок приподняли прямые руки ноги на левый бок приподняли прямые руки ноги садимся подтягиваемся мы бодры веселы энергетичны светлые радостны друзья на этом наша практика заканчивается я вас благодарю за занятия завтра у нас будет следующее занятие завтра мы уже будем делать с вами сурю намаскар другие упражнения будем делать с вами благодарю вас если есть какие-то вопросы нас есть пара минуточек можете написать то есть практикуйте практикуйте массаж головы пробуйте делать массаж головы массаж ушей пробуйте делать представлять пробуйте вот как я вам говорила энергию со вдохом пробуйте полное дыхание йогов делать со вдохом чистую энергию набираете а с выдохом мы убираем ненужную отработанную энергию благодарю вас за занятия друзья завтра в 10 до 10 часов завтра всего доброго друзья я